Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Ахметова Галия Базархановна. Я являюсь старшим преподавателем и магистром экономических наук кафедры менеджмент и туризм. Вашему вниманию я представляю дисциплину, имидж и деловое общение. Цель изучения дисциплины. В данный курс признан дать необходимый объем знаний по дисциплине имидж и деловое общение, которые предусматривают речевые, логические и психологические основы делового общения, использование невербальных средств в различных формах делового общения. В данном курсе комплексно изложены важнейшие теоретико-методологические и практические аспекты социально-культурного цельсия. Значительное внимание уделено сервисной деятельности в контексте условий жизнедеятельности населения, качества и культуры обслуживания, технологии и эффективности работы предприятий, услуг. Результаты обучения. В результате обучения студент должен знать принципы построения межличностных деловых отношений, структуру взаимодействия с социокультурной и профессиональной средой, сущность имиджа деловых отношений. Студент должен освоить методику создания имиджа делового человека, структуру и механизм делового общения. Студенты должны получить следующие навыки. Навыками владения методами делового общения, навыками этических принципов и норм поведения деловых людей, навыками конструктивного взаимодействия в процессе делового общения. Первая тема. Первая тема. Имидж как составляющая современной цивилизации. Первый вопрос. Имидж как объект управления. Что из себя представляет имидж? И второй вопрос. Создание позитивного имиджа предприятия. Вторая тема. Имидж в разных контекстах. То есть, как нужно создавать имидж политиков, что из себя представляет имидж бизнеса, имидж в странах, что из себя представляет имидж в странах. Тема третья. Имиджевой стратегии. Этапы разработки имиджа. Первый вопрос. Основные этапы разработки имиджа, то есть, как нужно разрабатывать имидж. И вторая. Стратегия восстановления имиджа. Четвертая тема. Реклама и имидж предпринимательства. Для создания хорошего имиджа нужна хорошая реклама. Первый вопрос. Имидж и исследование рынка. Второй. Планирование рекламы. Третий. Проведение рекламных акций. И немаловажная тема – это имидж делового человека. То есть, что сюда входит? Первый вопрос. Здесь мы рассматриваем внешний вид. Это об одежде на приемах. Женщин, мужчин. Как нужно себя вести. Второй. Это визитная карточка. Как она должна быть? Что она из себя представляет? Третий. Презентация. Как презентовать себя? Тема шестая – порядок представлений и знакомств. Обычно в деловых встречах нужно знать именно порядок представлений. На что нужно обращать внимание? Первый вопрос. Обращение к официальным лицам. Как нужно обращаться к официальным лицам? И второй вопрос. Приветствие как знак уважения. Третий. Представление военнослужащих, ученых и обращение к ним. То есть как нужно каждый работник, каждый работник в своей сфере иметь свои нюансы. Прошу дальше. Как складывается первое впечатление человека? Естественно, для того, чтобы создать позитивный имидж, надо уметь производить впечатление. На что нужно обращать внимание? Первый вопрос. Влияние стиля одежды на восприятие человека. Второй вопрос. Черты лица человека и его характер. Глаза и взгляды. То есть здесь надо обратить внимание, что по чертам лица, по тому, как он себя видел, как он говорит, можно определить тип характера человека. Тема восьмая. Типа клиентов и принципы поведения менеджера. То есть в сфере услуг, работая с клиентом, нужно обращать внимание на то, что каждый человек имеет свою индивидуальность. И нужно определять этот человек перед вами, к какому типу относится. И соответственно иметь навыки по общению с таким типом. Это первый тип, мыслительный тип, второй тип, чувствующий тип, третий тип, решающий тип, четвертый, воспринимающий тип. Тема девятая. Особенности национальных стилей и делового общения в Европе и Америке. Вообще в деловом мире под понятием имиджа, под понятием делового общения надо иметь в виду, что каждая национальность, каждая страна имеет свою индивидуальность, свои нюансы. И надо знать в деловых встречах с французами, с немцами, итальянцами, испанцами, американцами, как нужно с ними обращаться, на что нужно акцентировать внимание, что это немаловажно. И также национальный стиль делового общения в странах Азии. Мы знаем, что в странах Азии тонко относятся к каждому стилю, к каждому, можно сказать. Поэтому надо очень уметь различать, чем отличается японский стиль от китайского, арабский деловой стиль, чем своеобразие. Тема 11. Порядок поведения в общественных местах. Очень играет большую роль. То есть в сфере услуг надо понимать, как себя вести в окружении людей, в окружении гостей. Поэтому надо, вот первый вопрос, порядок предложения гостей, поведения. Второй вопрос. Соблюдение нормы диета в местах отдыха и досуга. Третий. Манеры поведения людей на рабочих местах и взаимоотношения с коллегами. Следующий. Немаловажно знать студентов специальностей для старого отдела гостинчатого бизнеса. Это дипломатический прием. Существуют определенные приемы, которые нужно различать и быть к нему готовым. Это прием бокал шампанского, бокал вина, прием журфикс, прием коктейль, прием фуршет, прием обед в буфет. И второе, что немаловажно, это рассадка гостей до стола. Как правильно рассаживать, на что нужно внимание обращать выше. И некоторые схемы рассадок. Рассадка по автомашинам. Следующая, двенадцатая тема, это деловое письмо. То есть в деловых общениях, естественно, немаловажно умение оформлять деловое письмо. Есть разные формы делового письма. Надо уметь различать эти формы. Это письмо-просьба, это письмо-извещение, письмо-напоминание, письмо-подтверждение, письмо-претензия, письмо-отказ, письмо-извинение, гарантийное письмо и циркулярные письма. Тема четырнадцатая. Сотрудничество с иностранными партнерами. Тоже в деловых встречах нужно уметь акцентировать или как уметь правильно оформлять приглашение. Как происходит это? Первый вопрос. Второй. Регистрация. И третье. Программа пребывания. Четкое написание, четкое определение программы пребывания. И пятнадцатая тема – это переговоры. То есть, как нужно к нему подготовиться. Первое – это подготовка к переговорам и проведение переговоров. И второй вопрос – деловая беседа со столом и переговоров. И третье, естественно, это тоже не было важно, готовность к всяким ситуациям, готовность к прислугам. Вот эти темы. А дальше у нас идет задание для акционерии, самостоятельной работы студента. Это, естественно, рефераты по темам. Вот такие вот рефераты. Имидж и личность. Значение имиджа в современном мире. Индивидуальный имидж каждого человека. Формирование делового имиджа для организации. Парсификация имиджа. Психологическая культура имиджа и делового разговора. Межнациональное различие невирбального общения. Секреты делового имиджа. Введение деловой беседы. Дальше. Создание позитивного имиджа предприятия. Имидж планирования. Невирбальное средство погружения целого статуса. Психологические аспекты переговорного процесса публичного выступления. Имидж восприятия. Персональный имидж предприятия. И основные принципы поведения с собеседниками различных психологических типов. И на что нужно? Какую литературу нужно опираться? Пожалуйста, перед вами. Это Баева ораторское искусство и деловое общение. Москва просвещена 2015 года издания. СНЕЛ искусство делового общения и экономика 2014 года. Венедиктова деловая репутация, личность, культура, этика и имидж делового человека. Москва 2009 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова